Победитель конкурса «Умник» магистрант первого курса ЮРГУ Дмитрий Девяткин участвовал в единственной в стране массовой программе выявления и поддержки молодых ученых. Его проект «Разработка рецептуры хлеба обновленного ассортимента путем использования биологически активных компонентов» получил грант для дальнейших исследований и разработок. Идею я воплотил в своей выпускной квалификационной работе. Я использовал только конопляную муку в рецептуре хлеба. Далее, при выигрыше в конкурсе «Умник-2022» я решил разнообразить рецептуру хлеба обновленного ассортимента. Помимо конопляной муки появилась еще льняная и соевая. Все это делается для того, чтобы удовлетворить потребность человека в витаминах, минеральных веществах и других компонентах, которые поступают в организм вместе с едой. Спрос потребителей возрастает именно на продукцию здорового питания. А хлеб, он популярен всегда, его едят все. А спрос как раз-таки на обычный хлеб в последнее время падает, особенно у молодого поколения. Ключевая задача – правильно подобранная громовка. Качество хлеба напрямую зависит от количества добавляемой муки. Оценка эксперимента производится по нескольким критериям – вкус, цвет, пористость, кислотность и влажность. На данном этапе мы измеряем пористость изделий при помощи прибора Журавлева. Мы делаем необходимые выемки из хлеба. Далее мы взвешиваем наши выемки. Объем у них фиксированный. И при помощи массы и объема их соотношения по специальной формуле мы определяем пористость изделий. То есть чем меньше поры и равномернее, тем выше качество хлеба. После проведения эксперимента полученные результаты сравниваются с контрольным образцом – с классическим хлебом. Преимущество данной разработки заключается в грамотном подборе сочетания используемых компонентов с целью в полной мере компенсировать недостатки друг друга при производстве.